Начать бы хотел с вами сегодня с темы не военной, у нас наши темы обсуждений далеко давно уже вышли за рамки только ситуации на фронте. И вот высшее проявление демократии, в кавычках, продемонстрировала народная депутатка от слуги народа Марьяна Безуглая, она решила провести у себя в фейсбуке опрос. Ее заинтересовал такой вопрос, хотят ли ее подписчики, чтобы все народные депутаты немедленно отправились на фронт. Буквально за считанные часы голосование состоялось, практически все ответили единогласно, да, мол, всех депутатов на фронт немедленно. Но на этом Марьяна не остановилась, она задала следующий вопрос, скажите, дорогие подписчики, хотите ли вы, чтобы все народные депутаты сидели в тюрьме? Ну, тут ее подписчики немного смилостивились, большинство ответило, что всех подряд, мол, сажать не надо, однако большинство должно и правда сидеть. Ну и этого было мало Марьяне Безуглая, она задала третий вопрос, а желаете ли вы всем народным депутатам Украины смерти? И вот здесь две трети прям людей проголосовали за то, что да, значит, желаем. В целом, я не знаю, честно говоря, как это прокомментировать, но вот может ли быть вот такая выборка с симптомом определенным? И зачем вообще Безуглая решила, значит, такие опросы у себя проводить? Если ответы на самом деле, ну как Vox Populi, ответы, в принципе, наверное, были очевидны. Ну, дело в том, что давайте не с точки зрения психиатров это все рассмотрим, а с военной точки зрения, и тогда, может быть, как-то найдем ответ на этот вопрос. Ну, первое, есть ли смысл отправлять депутатов на фронт? Я как военный скажу вам, нет, никакого смысла нет, если вы не хотите их убить. Ну, то есть, а это как раз вот третий вопрос, да, вот хотите ли вы смерть депутатам? То есть те, которые на первый вопрос отвечали, отправим депутатов на фронт, это они уже и на третий отвечали, их надо убить. То есть в этом смысле. Дело в том, что на фронт нельзя отправлять людей немотивированных и непрофпригодных. Если бы депутаты были мотивированы, они бы уже давным-давно были на фронте. Есть депутаты, которые погибли на фронте, погибли, защищая Родину, защищая Украину, и мы их всех помним прекрасно. То есть и бывшие депутаты. То есть нельзя людей, которые непрофпригодны, немотивированы на фронт отправлять. Это убить их. А я, допустим, резкий противник того, чтобы немотивированные, непрофпригодные попадали на фронт. Помимо того, что они сами погибнут, они еще убьют рядом стоящих, то есть людей, которые от них могут зависеть. А на фронте друг от друга очень много чего зависит. И профессионалов, которые могли бы без непрофпригодных и немотивированных воевать и выжить, и выполнить боевую задачу, очень много. Поэтому точно от кого кого, а депутатов в общем потоке отправлять не надо. Да и не только депутатов, я тут больше скажу, немотивированных, непрофпригодных людей близко к фронту подпускать нельзя. Третий вопрос по поводу, допустим, хотите ли вы, чтобы они все погибли, неважно, шли-шли, забыли, как дышать, умерли, давайте так будем говорить. Это, скорее всего, уже попытка опробирования готовности украинцев к перевыборам Верховной Рады. Вы чуть больше посмотрите, шире, сверху-сбоку, на такого рода вопрос. Опрос бы я так сказал. Причем этот опрос может быть где-то уже фигурировать в качестве такого подтверждения готовности украинского общества к перевыборам Верховного Совета, Верховной Рады. То есть, по большому счету, это все ложится в общую парадигму подготовки к выборам на весну следующего года президента, может быть, и Верховной Рады в одном пакете. То есть, вот это уже щупание ситуации, ну вот такой, может быть, не совсем правильной и грамотной манере. То есть, это когда то, что вы хотите точно узнать, заворачивается в что-то еще. Потому не все так просто. То есть, здесь безуглая могла выполнять задачу как раз по мониторингу готовности украинского общества для принятия перевыборов Верховную Раду в том числе. Друзья, вы, кстати, ваши ответы на эти вопросы можете оставить в комментариях. Считаете ли вы, что народных депутатов следует всех поголовно отправить на фронт? Будет любопытно ваше мнение почитать. Еще один скандал перед тем, как перейдем к более военным темам. Еще один скандал, который не могу с вами не обсудить, потому что уж прям сегодня он серьезно разгорелся. Антисемитский скандал, значит, ведущая такого канала «Живой гвоздь» Лиза Лазерсон. «Живой гвоздь» – это канал, который пришел на смену «Эхо Москвы». Общалась в эфире с Алексеем Венедиктовым, которого, кстати, называют чуть ли не одним из потенциальных технических кандидатов на выборах президента Российской Федерации. Мол, Венедиктовым может стать тем антивоенным кандидатом, которого Кремль может выдвинуть для того, чтобы создать видимость какой-то оппозиции. В общем, общалась эта Лиза с Венедиктовым в эфире. Обсуждали они события на Ближнем Востоке. И Лиза решила пошутить и задала такой вопрос. Мол, знает ли Алексей Венедиктов, что общего у вагона с бетоном и вагона с мертвыми еврейскими младенцами? Ну, это, понятное дело, это анекдотный ответ на этот вопрос. Я даже в эфире цитировать не буду. Ну, ужасная шутка на самом деле. Но тот же Венедиктов, например, Лиза Лазерсон даже не поправил. В общем, огромный скандал. В Израиле уже отреагировали. И предлагают этой Лизе, кстати, у которой есть израильское гражданство, значит, чуть ли не паспорт забрать. В целом, да, вот мы видим, как в России антисемитизм, на самом деле, серьезно поднимает голову. Это видно на примере даже высшего руководства. И Путин себе часто позволял какие-то шутки в сторону евреев и, значит, и министр иностранных дел. Теперь вот журналисты, которые называют себя оппозиционными, и деятели оппозиционные, значит, смеются над вот такими шутками по поводу мертвых еврейских младенцев. Как считаете, может ли это опять-таки быть определенным симптомом? Или это же просто оговорка, скажем так, и дурацкая шутка? До того, как больше тысячи евреев погибли после террористической атаки Хамаса по еврею, по Израилю. А это гражданские лица, это дети, это женщины, это старики, которые не могли себя защитить. То есть это терроризм в чистом виде. И больше двух сотен человек до сих пор гражданских в плену, даже не в плену, это в террористическом захвате. То есть они террористами захвачены, и им грозит смерть. То есть одно дело шутки еврейские и про евреев до этого, и другое после этого. Есть определенные моральные нормы, которые точно пресекать нельзя. Потому дело в том, что очень многим нравятся еврейские анекдоты. Они очень умные, очень мудрые. Но надо понимать, когда шутить. Вот после смертей, после террористической атаки, какие могут быть шутки? Ну это уже предел всех таких, переход всех моральных норм. Потому, ну забрать, не забрать, это уже пусть израильтяне сами решают по поводу гражданства и так далее и тому подобное. Нам надо просто понимать, есть вещи, а мы через себя это пропустили. У нас сотни тысяч человек погибли от такой же террористической атаки, можно сказать, такого же российского Хамаса. И террористические группы Хамаса, они неплохо себя чувствуют в России. В России некоторые снабжались и управлялись. Потому это тоже понятно. И вот еще и со стороны России такие, так сказать, ну аморальные вещи слышать даже на базе россиян. Ну уже сверх, так сказать, человеческой наглости в этом смысле. Потому, опять же, это, конечно, израильтянам эти вопросы решать. Они сами разберутся. Но для себя надо четко определять. Российский терроризм, он ничем не отличается от хамасовского терроризма. Естественно, они этого просто не понимают. У россиян проблема большая с восприятием действительности. И, скорее всего, это все-таки проблема психоматрицы, которая пишется россиянам и воспроизводится уже несколько поколений. У них полностью отсутствует эмпатия. То есть люди, которые даже на генетическом уровне не знают, что такое сопереживание. То есть это проблема общества целого российского. И, естественно, они даже не понимают, почему так нельзя делать. Потому что, может быть, кому-то очень сильно больно. Ну просто больно психологически. Опять, это проблема россиян. С ней бороться только единственным способом – это закатывать санкционную банку. То есть такой санкционный лепрозорий. И пока это общество не переродится внутри себя. Пока оно не примет определенные нормы демократические. Ну и вообще моральные. Потому что это же моральная норма. В конце концов, эмпатия, сострадание к близкому – это мораль. И пока они у себя ее не воспроизведут, их нельзя выпускать в цивилизованный мир. Друзья, а вас тут тоже попрошу ваше мнение об этой шутке оставить в комментариях. О том вообще корректности сравнения мертвых еврейских детей с бетоном, который позволила себе Лиза Лазерсон. В общем, уверен, у вас будет что на это написать. Пожалуйста, просим вас в комментариях. Теперь, конечно, хочется поговорить о более серьезных вещах. В целом, если мы уже затронули тему Ближнего Востока, появилась информация от CNN, что ту самую наступательную сухопутную операцию, о которой так много говорят в последнее время, наступательные операции Израиля на сектор газы, могут оттягивать из Соединенных Штатов. СМИ приводили разные причины. Изначально New York Times писал, что откладывается наступательная операция из-за погоды. Не может быть прикрытие с воздуха от авиации и операторов дронов. После этого был тезис о том, что это все угрозы Ирана, которые могут привести к поднятию цен на нефть. Офицер армии обороны Израиля Григорий Тамар, мне буквально на медне рассказывал о том, что просто нужно было силам обороны подготовиться для такой операции, провести слаживание и так далее. Теперь появляется информация, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы Израиль переходил к масштабной силовой наступательной операции. Как считаете, Роман Григорьевич, где здесь правда? В целом, почему до сих пор, уже две недели разговоры об этой операции идут, до сих пор ее начало, именно наступательной сухопутной операции, мы не увидели? Ну, дело в том, что операции могут быть двух типов такого уровня. Это войсковая операция и полицейская операция. Это надо очень... и то, и то операция, и то, и то силовая. Просто войсковая операция – это с задействованием вооруженных сил и средств поражения. Средства поражения у армии. Ну, это уровень, так сказать, уже массированных атак и средств такого серьезного поражения всего и вся. Ну, вот так армия устроена. А есть полицейская операция. Это другой подход. Это совсем другой подход. Это точечное уничтожение террористов, если это антитеррористическая операция. Ну, опять же, полицейского уровня. Она проводится силами спецслужб, специально обученных подразделений, которые работают против террористов. Причем террористов не армейского уровня, а в секторе газа. Ну, я не думаю, что там есть вот именно армейские части как таковые. Там в чистом виде террористы, а это уже стрелковое вооружение. А против стрелкового вооружения есть механизмы работы как раз полицейской операции. Но она точечная. Она не дает, во-первых, больших потерь среди мирного населения как войсковая операция. Войсковая операция, никому не верьте, что есть высокоточное оружие или армия может как-то избирательно работать. Не получается. Армейские части не работают как раз из-за того, что для полицейских операций, для работы в районе гражданского проживания, ну, там, где проживают гражданские, работает полицейская составляющая. Армейцы туда просто не суются. Ну, только из-за этого, потому что армия даже не научена выполнять задачи по обеспечению безопасности гражданского населения. Но это не армейская тема, это как раз полицейская тема. И, скорее всего, сейчас ведутся дискуссии, ну, может быть, не дискуссии в смысле того, а, скорее всего, ведутся некоторые согласования именно действий. То есть войсковая операция будет проводиться и полицейская операция в сектаре ГАЗа, так как при войсковой операции на порядок высшей потери среди гражданского населения. Там плотность застройки, сами понимаете, там 700-800 человек на квадратный километр. В Украине 70-80, в России 7-8. Это так для сравнения. То есть там довольно-таки серьезная плотность гражданского, ну, проживания гражданского населения. Потому не хотят, ну, если это американцы, допустим, как-то останавливают, то, скорее всего, американцы не хотят стоять за спиной у израильской армии и нести ответственность за те уже десятки тысяч погибших гражданских арабов, палестинцев. А это тоже семиты, по большому счету, что евреи, что арабы, это же семиты. И быть таким уже антисемитским государством для мира в мировом масштабе американцы в этом смысле не хотят. Я так думаю, что если есть причина, что это американцы именно участвуют, то, скорее всего, это именно эта причина. Они пододвигают все-таки Израиль для проведения полицейской операции, точечной, на уничтожение боевиков Хамаса, террористов. Какие там боевики? Это в чистом виде террористы, которые однозначно, вот именно те, которые выполняли эту задачу по нападению на Израиль, а тем более удерживание заложников, то есть это реально заложники, должны быть уничтожены. Вопрос механизма. Ну, сейчас, я думаю, в ближайшее время это будет понятно. И Украина, и Израиль попадают в один финансовый пакет помощи от Соединенных Штатов. О нем будем говорить дальше немного. Однако просто мы с вами неоднократно уже говорили о скандалах в Министерстве обороны, о коррупционных в первую очередь. Естественно, все это связано с деньгами, которые предоставляют партнеры. И вот о коррупции хотел бы для начала. Значит, министр иностранных дел Битри Кулеба рассказал, ну, ответил на вопрос, почему, по его мнению, мы стали чаще слышать тезис о коррупции в Украине со стороны не только западных СМИ, но и там лидеров общественного мнения и политиков из Соединенных Штатов. Кулеба говорит, что, значит, есть две точки зрения. Первая причина. О коррупции стали чаще говорить, потому что Украина приближается к переговорам о вступлении в Европейские Союзы. Это попытка, значит, ставить палки в колеса Украине. Ну, а вторая причина – это попытки части американского правительства разрушить поддержку нашей страны, в том числе финансовую. Цитата такая у Кулеба. «Если мы такие коррумпированные, почему за полтора года финансовой и военной помощи аудиторы из Соединенных Штатов не нашли ни одного нарушения?» Нет цитаты. Роман Григорьевич, какое ваше видение? Действительно, с чем могут быть связаны вот эти тезисы, которые мы все чаще слышим от Запада по поводу коррупции в Украине? Они и правда увеличились? Думаю, это заметили все наши зрители. Так и есть, особенно, когда запустилась уже предвыборная кампания Байден. Ну, то есть, предвыборная кампания, она где-то за год до выборов запускается, реальная. И потому, так как двухпалатный парламент, по большому, не двухпалатный, двухпартийная система управления в Соединенных Штатах. Потому, если есть какая-то, хотя бы какая-то возможность очернить противоборствующую сторону на выборах в будущем, она будет однозначно включена. Механизм коррупции, но он понятен, то есть, этот механизм, он непроверяемый сходу, и нет, наверное, ни одной такой отрасли, где бы коррупции не было. На сто процентов ее не было. То есть, везде, а тем более, когда проходят, особенно, военные закупки, военные, большие бюджеты, это тут, самые большие бюджеты, наверное, это военные бюджеты, какой-то наркотический, может быть, еще, ну, медицинский в том числе. Но вот военные бюджеты, однозначно, здесь есть определенная коррупционная составляющая, она не, ее не может не быть. Потому, если кто говорит, что у нас нет коррупции, ну, не верьте, однозначно есть, она есть не только у нас, она есть везде, везде, где проводятся закупки, и вообще рынок оружия, он страшно коррупционный. Но у нас просто это более чувствительно, извините, Роман Григорьевич, просто более чувствительно ощущается из-за того, что идет война, и вот наши зрители тоже много писали уже реакции по поводу вот высказываний Кулеба, что он слишком перекладывает ответственность, значит, на выборы в Соединенных Штатах, минимизируя проблему внутри страны. Нет, так она же, я говорю, она однозначно есть, я просто рассказываю, почему увеличилось, вы спросили, почему увеличилось информационный поток, так он увеличился за счет вот этой самой по себе борьбы, но это абсолютно не говорит о том, что у нас нет коррупции, или она у нас уменьшается. Пока механизмов, дело в том, что как она может уменьшаться? Должны быть механизмы контроля, механизмы ее уменьшения, ну то есть есть определенные реальные механизмы, которые могут уменьшить коррупцию, прозрачность определенная, а так как загоняются как раз в режим секретности, пока не будет у нас серьезных проверяющих органов, не будут развязаны у них руки, причем тут нам надо надеяться даже на наших партнеров в этом смысле, ну у них же финанс, финмониторинг серьезный, то есть нужны эти комиссары со стороны наших партнеров, которые должны следить за каждой, за каждой копейкой хотел сказать, за каждым центом, как используются и на какие средства, и по большому счету это искоренит, но коррупция у нас никуда не делась, ну от яиц по 17 гривен, понимаете, это не та коррупция, это не яйценосная, когда покупаются за миллионы, десятки, сотни миллионов долларов определенные партии вооружений, то здесь без коррупции точно не обойтись. Механизмы надо отстраивать, есть реальные механизмы, спросите у банковских определенных, на базе банков расположенных каких-то, допустим, закупок, банкиры знают, как четко определить и как правильно, грамотно закупать для своих предприятий, проводя определенные торги, есть эти механизмы, которые хорошо работают и минимизируют, по крайней мере, затраты и уменьшают коррупцию, ну практически до нуля, на 100% нигде не уменьшится, но уменьшает, банкиры это знают.